Доводчик, дотягиватель для двери. Быстрый обзор доводчика, точнее, правильнее сказать, дотягивателя для двери. Настолько быстрый, насколько он быстро сломался, понадобилось ему для этого всего несколько открываний. Итак, начнем, было решено поставить какой-нибудь механизм для автоматического закрывания двери в кабинете, ибо постоянный проходной двор, а двери за собой закрывают далеко не все. Этап первый, угроза. Было повешено объявление о штрафе за незакрытую дверь, которая, как ни странно, не подействовала. Этап первый. Этап второй, установка обычного доводчика. Был приобретен и установлен стандартный доводчик для дверей, но естественно ввиду того, что двери картонные, а сверлить и ставить с обратной стороны пластину разрешения получено на тот момент не было, его вырвало с корнем из двери уже на следующий же день, чего и следовало ожидать. Этап второй, ввиду непродолжительного пребывания в рабочем состоянии, фото на самой двери сделать не успел. Этап третий, вот это чудо. Параллельно предыдущим двум вариантам был заказан рассматриваемый экземпляр, просто посмотреть, вроде как никаких действий не требуется, приклеил и радуйся. Доводчик был куплен с заявленным усилием тяги 1100 грамм, что являлось максимумом по крайней мере у данного продавца, проверить, к сожалению, нет возможности, в доме нет даже безмена, если найду допишу. Заказ сделан, доставка пришла в сборной посылки примерно за 10 дней до Питера. Само устройство представляет из себя черный квадрат с четырьмя отверстиями под саморезы для крепления на объект закрывания и выходящим из него металлическим тросиком в пластиковой оплетке, на нижней части также приклеен трискотч для фиксации без саморезов, ответная часть являет собой прозрачную квадратную пластину с двумя крючками, на оборотной части которой нанесено клеящее покрытие. Клей на обоих частях показал себя весьма неплохо, и не думал отрываться всю его непродолжительную жизнь. Внешний вид. Приступи к установке и испытанию. Ввиду особенностей косяка двери главную часть доводчика пришлось установить на верхней его части, пока без саморезов, просто на липкую основу. Установка. Первое же испытание увенчалось провалом и вырванной петлей. Испытание. Для чистоты эксперимента, по-быстрому зацепил к крючкам за железное кольцо фиксатора петли и попробовал пару раз открыть-закрыть дверь. Испытание 2. Надо сказать, что даже получилось и дверь закрылась, при соблюдении некоторых условий, дверь должна быть открыта не полностью, иначе вырывает кольцо с троса, и второе и главное, в кабинете должно быть открыто окно иначе усилия захлопнуть дверь не хватает справедливости ради надо отметить, что при закрытом окне с этой задачей не всегда справлялся и обычный доводчик в тот единственный день который он прожил. Но после еще нескольких тестов и эта конструкция приказала долго жить, оплетка на тросе порвалась и вместе со стопорным кольцом слетела с крючков. По итогу получаем такую вот картину, железный тросик устоял, но оплетка порвалась, после чего был отрезан кусок тросика и приведен почти в первоначальный вид. По итогам испытаний, вся система была демонтирована и получила статус, а я же говорил, что фигня все это от коллег по кабинету. Ну а теперь посмотрим, что же у него внутри, для этого достаточно просто подковырнуть плоской отверткой и он с легкостью делится на две половинки, внутри как и ожидалось рулеточный пружинный механизм, полностью разбирать не стал, потому как не думаю, что смогу снова собрать все обратно. Внутри, в итоге получаем дотягивалку чего-либо куда-либо, не особо крепкую, и ни в коем случае не заменяющую нормальный доводчик, идеально, наверное подошла бы для дверцы холодильника, на этом все, спасибо за внимание. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.